Итальянский сапожок вмещает в себя 20 уникальных регионов. Побывав в одном из них, вы откроете для себя много интересного и удивительного. Юг, центр и север Италии очень сильно отличаются друг от друга. И поэтому каждый из вас может найти в Италии самый близкий и подходящий для него уголок. К центральным регионам Италии относятся Лацо, Тоскана, Умбрия и Марки. В этом году для отпуска мы вновь выбрали Умбрию. Весь регион состоит из холмов, гор и долин. Это единственный регион Италии, который не омывается морем. Но есть огромное озеро Тразимену. Еще Умбрию называют зеленым сердцем Италии. Многие для первого знакомства с Италией выбирают большие города. Такие как Рим, Венеция, Неаполь, Милан, в которых обычно бывает большое скопление туристов. Но стоит отъехать хотя бы на 100-150 километров от большого города, и вы ощутите совсем другую атмосферу. Незаметно погрузитесь в тишину и покой, окажетесь один на один с прекрасными пейзажами и культурными сокровищами Италии. Каждый городок, входящий в регион Умбрия, достоин внимания. Поэтому вы никогда не ошибетесь с выбором и останетесь довольны. Итак, сегодня мы едем в Асизи. Город Асизи имеет тысячелетнюю историю. Он привлекает паломников со всего мира. Этот замечательный город погрузит вас в атмосферу не только духовности, но и поразит вас красотой. Я влюбилась в него с первого взгляда, как только мы стали подъезжать. Центральной достопримечательностью города Асизи является, конечно же, грандиозная базилика. Главный храм ордена францисканцев, посвященный святому Франциску. Базилику построили сразу после смерти святого. Первый камень базилики святого Франциска заложил папа Григорий IX в 1228 году, на следующий день после канонизации святого. Место для строительства выбрали на скалистом обрыве. Когда-то на этом холме, называемом Адской горой, казнили преступников. А когда похоронили останки Франциска, холм стали называть Райской горой. Земля и построенная на ней базилика до сих пор принадлежит Ватикану. Пока мы идем к базилике святого Франциска, покажу вам немного городок Асизи. Большинство домов на протяжении столетий пристраивались и перестраивались. Появились новые пристройки, а старые окна и двери закладывались камнем. Дома находятся так близко друг к другу, что даже в сильную жару здесь чувствуется прохлада. Для тех, кто устал подниматься в гору, есть много зазывающих мест для отдыха. Вот таких, как это. Большинство домов на протяжении столетия. Этот автобус идёт от станции, где останавливаются междугородние автобусы и поезда. От станции до этого места около трёх километров. Многие пользуются этим автобусом, чтобы подняться на холм. Мы были на машине, оставили её на платной стоянке и поднимались пешком. Ну а вам, тем, кто приедет сюда на поезде, я советую воспользоваться автобусом. После посещения базилики мы продолжим с вами прогулку по Осизи. Двухэтажная церковь, где находится место захоронения мощей святого, стала местом молитв. Нижняя базилика представляет собой одновременно склеп для саркофага и фундамент здания. Верхняя часть – храм и колокольня. В склеп, который находится под главным алтарём, где хранятся мощи святого, можно спуститься по одной из двух находящихся в базилике лестниц. В базилике снимать запрещено, но я не сразу увидела табличку и поэтому сняла немного видео и сделала несколько фотографий. Скажу вам, что ни одна фотография не передает той красоты, которую можно увидеть своими глазами. Я была просто поражена увиденным. Те места, которые мне не удалось снять, а так хочется показать вам, я воспользуюсь фотографиями книги, которую я купила в Осизи, чтобы дать вам полное представление. Ведь для кого-то из вас это единственная возможность увидеть базилику. А для кого-то это видео станет подсказкой, и вы включите город Осизи в маршрут своего путешествия по Италии. В конце видео расскажу, как самостоятельно добраться из Рима в Осизи. Долгое время вход в склеп был замурован, и только в 1820 году официально подтвердили, что там захоронен святой Франциск. Итак, первый камень базилики был заложен в 1228 году. В украшении этого храма принимали участие известнейшие художники XIII и XIV веков. На фресках свода, так называемых парусах над главным алтарем, изображены аллегории добродетелей Ордена. Фрески принято считать работой Джотто, или одного из его художников, которого называют мастером парусов. Более подробное изучение фресок мне еще предстоит, так как я вернусь сюда. Фрески меня просто поразили своей красотой. Еще одна прекрасная фреска – Мадонна с младенцем на троне, окруженная четырьмя ангелами, и святым Франциском. Принято считать изображение святого Франциска на этой фреске портретным. Отсюда мы узнаем, как выглядел святой Франциск. Давайте поговорим немного о святом Франциске. Святой Франциск, основатель Ордена Нищенствующих Монахов, родился в 1182 году в небольшом итальянском городке Осизи в семье зажиточного торговца Шелком. Его отец большую часть жизни проводил в дальних путешествиях, зарабатывая на жизнь. Он часто ездил во Францию. И рожденного сына назвал Франциском. Он был единственным сыном в семье, в котором было еще шесть дочерей. В молодости Франциск любил охоту, кутежи и развлечения. Его постоянно видели на улице, в окружении молодежи. Он затмевал всех окружающих своей роскошной и дорогой одеждой. Отец и мать баловали сына и позволяли тратить деньги, как говорится, направо и налево. Но это не мешало Франциску оставаться добрым и душевным человеком. В нем часто замечали щедрость к нищим, которым он раздавал свои деньги. Однажды он был чем-то сильно увлечен и незаметно отказал одному из нищих, приставших к нему. Но затем спохватился, догнал нищего и одарил его. После тяжелой болезни, едва не закончившейся смертью, когда Франциску было 20 лет, у него началось переосмысление жизни. Он оставил своих прежних друзей, стал задумчив, проводил много времени в уединении и со слезами вспоминал проведенное время с друзьями в развлечениях и кутеже и не понимал, как мог так долго заблуждаться. Потом он отправился в Рим на поклонение к святому Петру. В Риме он увидел мизерное и скудное подаяние нищим. Франциск вынул из кармана целую горсть монет и бросил в длинные ряды нищих. Затем обменялся одеждой с одним из стоящих в рядах и целый день простоял с ним голодным, прося подаяния, чувствуя себя на месте нищих. Он увидел нищету и прокаженных людей, которые запали ему в душу. Вернувшись домой, большим переломом в жизни Франциска стала ссора с отцом. Однажды, когда Франциск молился в маленькой заброшенной церквушке, ему послышался голос. «Разве ты не видишь, что обитель моя разрушается? Поди же, восстанови ее!» Франциск воспринял эти слова как призыв к началу новой жизни. Желая помочь в заброшенной церкви, совсем утопающей в густой зелени кустов, Франциск в отсутствии отца собрал самый лучший товар и повез на продажу в соседний городок Фолиньо. Продал все и даже лошадь, на которой привез товар. А вырученные деньги хотел отдать священнику, но священник побоялся принять их, так как боялся, что это не понравится отцу Франциска, и тогда Франциск оставил их на подоконнике церкви. Отец, конечно же, узнал об этом и сбил сына, и запер. Но мать в отсутствии отца отпустила сына. Франциск покинул родительский дом навсегда. Отец не мог успокоиться и всеми силами хотел вернуть сына домой или наказать его. Он даже подал жалобу на Франциска в суд епископа и потребовал, чтобы Франциск либо помогал отцу в делах, либо отказался от наследства. Когда епископ обратился к Франциску с вопросом, какое из двух решений он избирает, тот снял с себя всю одежду и отдал отцу, а затем сказал, что у него теперь один отец – Отец Небесный. Франциску было тогда только 25 лет. Одевшись в одежду отшельника, Франциск стал ходить по улицам города и просить у людей камни на восстановление церкви, которые потом сам носил на своих плечах. Жил в шалаше, питался тем, что подадут, и многие люди стали помогать ему в ремонте церкви. Ремонт этой церкви был завершен, и было начато восстановление других церквей. Франциск всегда ждал знака свыше, что ему делать дальше. И однажды из уст проповедника он услышал слова «Ходите же, проповедуйте, исцеляйте больных, прокаженных очищайте». Когда смысл этих слов дошел до сознания Франческа, он понял, что именно это он и хочет делать. На следующий день Франциск начал проповедовать. Слова его были простые и понятные любому. Слушатели были тронуты его проповедями, о которых потом рассказывали всем. Постепенно к нему стали присоединяться братья. И когда их стало трое, 16 мая 1209 года считается днем основания францисканского ордена. А когда их стало семь, Франциск разослал своих учеников проповедовать по миру. В XIII веке в духовной жизни был большой перелом. Авторитет католической церкви пал так низко из-за распущенного и распутного образа жизни, что верующим казалось, что яркое пламя христианства потухает навсегда. В этот период появилось множество общин и движений, которые не понимали официальную церковь. Францисканцы стали одной из них. Но в отличие от других, кто критиковал увязшую в интригах и роскоши римскую курию, Франциск стремился к возрождению христианства и его первобытной чистоте. Получилось так, что Франциск создал совершенно новый идеал монашества. Если другие монахи уходили в пустыню, спасаясь от мирских грехов, то целью Франциска было совершенство в грешном мире. В 1210 году Франциск вновь отправляется в Рим, но уже к папе за разрешением проповедовать за пределами Осизи. Легенда рассказывает о первой встрече Франциска с Иннокентием Третьим. Задумчивый папа прогуливался по террасе Латеранского дворца, как вдруг увидел перед собой нищего, пытающегося объяснить о своей цели визита. Разгневанный папа прогнал его. Ночью папа видит сон, что церковь святого Иоанна Латеранского качается как будто во время бури. Вдруг подходит какой-то нищий, в котором папа узнает того нищего, который приходил вчера и подставляет свое плечо для того, чтобы поддержать церковь от падения. Проснувшись от такого сна, папа долго думал, что бы могло означать это видение и понял, что оно было знамением, указывающим, через кого будет поднята и поддержана церковь. Тогда папа велел разыскать нищего и привести к нему. И так состоялась вторая встреча папы с Франциском. Папа выслушал Франциска и дал одобрение на проповеди. Если прежде Франциск и братья могли обращаться к народу лишь на улицах и площадях, то теперь им разрешили проповедовать в церквях. У собора Сан-Джованни и Латерану в Риме стоит памятник святому Франциску, который как раз напоминает нам историю из жизни, когда он пришел к папе. Ведь папы в XIII веке находились именно здесь, в Латеранской базилике. Она и до сих пор считается матерью всех церквей. И действительно, если посмотреть на памятник с определенной стороны, создается впечатление, будто Франциск поддерживает церковь. Когда будете в Риме, обязательно побывайте в этой церкви. По возвращению из Рима Франциск поселился недалеко от Осиси, в доме, где одно время жили прокаженные. Там было очень много пещер, где разместились братья-францисканцы. Францисканская община постепенно разрасталась. Каждый может ошибаться. Как-то один из братьев привел в дом прокаженного. Франциск выговорил ему, «Ты не должен был этого делать», но, сказав это, почувствовал угрызение совести и тут же наложил на себя наказание. Когда все сели обедать, Франциск сказал, что будет есть вместе с прокаженным из одной чашки. Прокаженный был весь в язвах. Пальцы были скрючены, и из них сочилась кровь. И каждый раз, когда он брал из чаши еду, кровь оставалась на пище. И тем не менее, Франциск ел вместе с ним. Чувство сострадания появилось в характере Франциска постепенно. Он понимал, что были люди еще более жалкие и более несчастные, чем нищие. Это были прокаженные, которых в средние века безжалостно изгоняли из города из-за опасения заразы. Они жили в отведенных для них местах. Им бросали милостыню, но держались от них на расстоянии. Так поступал раньше и Франциск, на которого вид прокаженных наводил ужас. Но после перелома он решил победить в себе во что бы то ни стало это отвращение и страх. Увидев однажды на дороге прокаженного, он не бросил милостыню и ушел, а слез с лошади, подошел к прокаженному, дал денег и поцеловал ему руку. А через несколько дней после этого случая он отправился туда, где жили прокаженные, раздал милостыню и каждому из них поцеловал руку. Франциск не только проповедовал любовь, он еще весь был сам переполнен любовью и состраданием ко всем. Он не мог спокойно видеть чужие мучения и очень часто раздавал нищим самое необходимое. Его описание жизни заполнено рассказами, которые подтверждают нам, каким был святой Франциск. Каждому, вступившему в орден, полагалось продать свое имущество, а деньги раздать бедным. В возрасте 44 лет Франциск тяжело заболел и умер. Легенда утверждает, что еще до смерти на его теле появились символы святости. На руках и ногах были язвы на тех местах, где они появились у распятого Христа. Через два года после смерти Франциск был причислен римской церквью к лику святых. Папа римский сам прибыл в Ассиси, чтобы канонизировать его. В некоторых легендах говорится, что Франциск понимал язык зверей и разговаривал с ними. Францисканцы подвязывают рясу поясом с тремя узлами, которые символизируют три обета послушание, целомудрие и бедности. Герб ордена представляет собой две скрещенные руки. Одна из них, обнаженная, принадлежит Христу, а другая принадлежит Франциску. Этот символ выражает идею духовности ордена, то есть подражения Христу. Часто в нижней части герба написан девиз «Мир и добро». Про избрание римских пап в Ватикане я не раз рассказывала. Это длительная процедура. Сегодня я хотела бы упомянуть только об выборе имени. Итак, получивший большинство голосов на конклаве, кандидат на папский престол должен изменить имя после избрания. Это вошло в обычай в средние века, когда папой был выбран один епископ, имя которого звучало очень неприлично. Папа может выбрать себе любое имя. Так вот нынешний папа римский Хорхе Марио Бергольо, первый папа в истории церкви, который решил назваться Франциском, на итальянском Франческо. Это поистине народный папа, такой же, каким был святой Франциск. После избрания папы Франческо в 2013 году популярность городка Оссиси выросла еще больше. Это сакральное место. Здесь родился Франциск. Именно по этим улицам он отправлялся с друзьями на разнообразное веселье, транжире – отцовские деньги. А потом переосмысление жизни, и все у него изменилось. Но город, кажется, помнит все. Цветы, украшающие город, можно заметить везде – на окнах, балконах и даже на дороге. Они украшают и придают жизнь средневековому городу. Внимательно рассматривая дома, можно заметить две двери в доме, одна из которых более узкая. Через нее из дома выносили усопших. Сейчас эти двери замурованы. А раньше считалось, что душа покойного, вошедшая в дом через главный вход и покинувшая его через дверь мертвых, оставалась внутри. С Рима до Ассиси можно доехать на поезде или автобусе. Под видео в описании я оставлю сайт, где можно будет посмотреть расписание поездов и цену. С термином ехать – 2-3 часа. Зависит с пересадкой поезд или прямой. Выходить нужно на станции Санта-Мария-де-Ль-Анджели. От этой станции до базилики около 3-х километров. Вроде бы недалеко, но я вам советую поехать на автобусе. Так будет быстрее и надежнее. Посмотрите, как мило украшен ресторанчик. После посещения таких мест чувствуется так легко. Друзья мои, обязательно возьмите это место на заметку. Я же обязательно еще вернусь в этот городок. Хочу более досконально его рассмотреть. Ну а пока загружается видео, почитаю ваши комментарии, которые накопились за отпуск. И начну подготовку следующего видео. Надо постепенно возвращаться в привычный ритм жизни. А так тяжело после отпуска. На этом я буду прощаться с вами. Спасибо вам, что смотрите мои видео. Делитесь ими с друзьями, ставите лайки и пишите комментарии. До новых видео, друзья! Но не спешите выключать видео. Погуляйте еще немного по милым и уютным улочкам Асизи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok